Я думаю, у каждого в жизни была такая ситуация, когда у вас дома отключили свет. И что же все делают в такой момент? Я думаю, наверняка начинают искать ту вещь, которая есть в доме у каждого человека. Да, это свеча. Слушай, а ты умеешь фигурки в кисти не делать? Ну, да, но вот такую вот собаку могу. Это легко. А вот так вот сможешь? Нифига. Это что, кролик что ли? Ну, да. Смотри, еще краба могу сделать. Это, конечно, прикольно, но у меня есть еще кое-что покруче. Только это должно быть не на стене, а под видеороликом. Ну, да. А вы знаете, что там еще есть? Там еще и такое есть, и все это нужно нажать. Ну, да, ребят, это нужно нажать. Ну, лайки там, комментарии. Кстати, вообще, в курсе, что до того момента, вообще, пока появились вот эти вот лайки, комментарии, YouTube, электричество, Между прочим, единственным источником освещения была обычная свечка, да? Но потом к ней на смену пришло что-то получше. Да, ребята, это лампочка. И она сможет осветить любое помещение. Яркость лампочки люди привыкли измерять в люменах. Так вот, сколько ж люменов в нашей лампочке? 1260. А свечка? Сколько люмен в одной свечке? Я ни разу видел, чтобы на упаковке свечек писали количество люменов. Но, тем не менее, сколько потребуется свечей, чтобы составить конкуренцию одной лампочки? Чтобы вы понимали, одна свечка светит вот так. Меня даже не видно в этой комнате, элементарная. И чтобы это хоть как-то исправить, предлагаю взять еще 10 свечей и зажечь. Ну что ли? В этой комнате в общей сложности находятся сейчас 10 свечей. И что я вам могу сказать? Меня стало видно! И даже более того, потихоньку становится видно комнату. Но, тем не менее, давайте будем честны. До второй комнаты нам еще очень-очень далеко. Поэтому я предлагаю прямо сейчас добавить еще немножечко свечей. И, честно сказать, по-моему, стало очень светло. По-моему, настолько светло, что даже если я сейчас возьму книгу, я спокойно смогу ее читать. Ну, я думаю, вы прекрасно видите, что здесь хорошо видно текст. Как итог, 20 свечей вполне себе достаточно для того, чтобы можно было спокойно читать книгу. Но, я думаю, это никак не сравнится с тем освещением, которое нам дает электрическая лампа. Поэтому я предлагаю сюда добавить еще много свечей. До встречи! До встречи! До встречи! Так, ребята, 50 свечей стоит на этом столе. И я могу вам сказать, что комната хоть и стала, очевидно, ярче, но все равно этого количества не хватает для того, чтобы создать здесь полноценное освещение. Пока что здесь очень тусклое. Также есть еще одна проблема. Или даже плюс, я не знаю. В общем, свечи очень сильно греют, и они являются не только осветителем, но еще и обогревателем. Очень жарко, очень. И также от 50 свечей в этой комнате начало пахнуть парафином. А в этой комнате яркий свет от лампочки, нормальная комнатная температура, и не пахнет парафином. Вот это технологии... Не понимаю, как раньше люди вообще жили без них? Зажег свечку. И что дальше? Сидишь просто и все. Зато сейчас! Захотел посмотреть телевизор. Включил телевизор. И вот, смотришь любимый фильм. Захотели послушать музыку? Вставил наушники. Нажимаем play. И слушаешь музыку. Захотел покушать? Заказал. И кушаешь? И круто, что все то, что необходимо для нашей жизни, есть в одном месте. Да, недавно Сбербанк провели ребрендинг. Теперь они называются Сбер. И у них появилась такая штука, как единая подписка Сберпрайм. В ней есть все, что нам нужно. Кино, музыка, доставка еды, файловое хранилище, такси. И все это за 199 рублей в месяц. А до 31 декабря цена годовой подписки составляет всего лишь 999 рублей. В общем, ребят, технологии это действительно круто. И между прочим, благодаря ним... Сегодня мы сможем более объективно провести эксперимент. Этот прибор называется люкс-метод. При помощи него мы сможем измерить освещенность поверхности этой комнаты. Просто переложив датчик к стене. Так. Несмотря на то, что это лампочка, но количество люксов, которые она выдает на эти стены, это очень плохой результат. Страшно представить, что же в соседней комнате. Ну, честно говоря, я думал, будет гораздо хуже. 30 люксов. Но все-таки стоит учитывать, что сейчас мы мерим достаточно близко со свечками. Если мы идем в другую точку комнаты, например, вот сюда, то показатель очень сильно поменяется. 13 люксов, ребят. 14. То есть, если считать... Ну, напоминаю, в той комнате было 55 люкс. Здесь 13-14. 55 раз дикт на 13-14. Получается примерно... Примерно 3,8. Короче, нам нужно свечек еще примерно штук 140. Чтобы добиться необходимого нам результата, который будет хоть как-то сопоставим с той комнатой. КОНЕЦ Ну, что ж, ребят. Вот, собственно, 200 свечей на этом столе. Могу вам сказать так. Здесь реально очень жарко. Здесь уже прям печет так нормально. Пока мы ставили новые свечи, старые, как вы можете заметить, полностью растаяли и образовали здесь вот такую вот лужу. Ну, и пока эти свечи полностью не затухли, предлагаю замерить, сколько сейчас люксов у нас на этой стене. Слушайте, неплохо, неплохо. Вы удивитесь результату. 110 люкс. Охренеть. Но, опять же, напомню, это находится около свечей. Давайте более объективно замерим на этой стене. 37 люкс. Если замерять от этого шкафчика, это уже получается... Сколько? 50? 50! С чем-то там люкс. Это значит, что сейчас эта комната освещена примерно так же, как и, собственно, та. Получается, по сути, мы смогли достичь такого же результата. Да, безусловно, желтый цвет ощущается немножечко по-другому. Но люксметр, я думаю, не будет врать. Это специальный прибор для измерения светового потока. То есть, по сути, световой поток от свечей равен лампе накаливания. Только, правда, нам пришлось потратить 200 свечей, вы понимаете? 200! Ну, ладно, можно еще сойтись на том, что количество свечей уже потухло. Но все равно это очень много. Как-никак это стоит, блин, все, 4000 рублей, а лампочка стоит 20. Так, ладно, еще раз вам напоминаю, как выглядела эта комната до эксперимента с одной свечкой. Так она выглядит сейчас. Также люксметр показывает, что они освещены действительно примерно одинаковые. Единственное отличие, я так полагаю, это цвет комнаты. Он действительно сильно отличается. Все-таки белый свет гораздо комфортнее. Но это, пожалуй, ну, как вы уже поняли, не единственный минус. В этой комнате очень жарко. И представьте, если бы это была бы настоящая комната, у которой было бы 4 стены. И тепло всегда задерживалось бы в ней. Предлагаю проверить. Комнату только что заперли, и там уже набежало 3 градуса. До этого момента было 20. Предлагаю оставить эту комнату на 10 минут. Посмотрим, насколько она нагреется. Честно сказать, я никогда не думал, что свечки, которые вот так вот будут таять, будут выглядеть так красиво. Это реально очень завораживающе. Градусник показывает больше 50 градусов. И, между прочим, прошло меньше 5 минут. У меня есть некоторое убеждение, что человек в такой комнате не сможет выжить. Так что, несмотря на то, что все-таки свечки смогли компенсировать свет одной лампочки 200 штук. Это бесполезно в реальных условиях. Это и дорого, и грязно, и в конце концов опасно. Сейчас как загорится весь дом. Поэтому давайте-ка от греха подальше я уже все-таки все это потушу. Огонь это очень опасно. Очень опасно. Давайте побыстрее затушим все это. Делаем. Так я могу чувствовать себя гораздо спокойней. Еще знаете, как я буду чувствовать себя спокойней? Если вы поставите лайк. Ладно, нет. В комнате с лампочкой. Вот. 21 век на дворе. Она и не загорится. И мусора там не будет такого, как от свечей. И светить она будет очень долго. И стоит всего лишь 30 рублей. И от огнетушителя она не тушится, понимаете? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok